Всем добрый день! Меня зовут Елена Роднина, и мой канал называется «Елена Роднина. Культ поход с писателем». Сегодня я вас приветствую за своим письменным столом, потому что я вам хочу рассказать о своей новой книге «Местное время. Любовь». Но, вы знаете, у меня так не получается. Я когда рассказываю о чём-то из своих произведений, даже читаю, мы всё равно говорим на какие-то общие человеческие темы. Поэтому сегодня будем говорить, естественно, о любви и вообще, время ли сегодня любить, и на что сегодня мы должны тратить свои силы и своё время. Правильно ли это, вот сегодня отдаваться любви, или мы должны, знаете, как-то заниматься чем-то другим, более высоким, полезным. Мой письменный стол, моя розовая обезьяна, которая часто встречается в моих произведениях, наверное, в этой книге тоже есть. «Кружка», простите за мой простуженный голос, осень, но здесь у меня ромашка, а «Кружка» мне в своё время на Новый год подарили в издательстве «Эксмо». Спасибо, Тонечка, мой редактор. И она всегда, особенно если я много работаю, она всегда со мной. Итак, книга «Местное время. Любовь». Ещё сразу скажу, что у меня, кроме моего YouTube-канала, есть ещё Telegram-канал. Ну, мои подписчики основные про это знают, и читатели, я надеюсь, тоже узнают. Это всегда я, ещё раз повторюсь вам. Более того, как правило, я стараюсь быть всегда здесь и сейчас. Вы знаете, у нас есть такая возможность делать запланированные посты. Я этим пользуюсь крайне редко, если я уже совсем, знаете, в самолёте. Я знаю, что у меня будет очень длинный перелёт. Сегодня все перелёты длинные. По 5-7 часов, плюс пересадки, потом опять ещё куда-то надо лететь. Невозможно совершенной истории. Но что делать? Тогда я вот запланирую что-то. А так я стараюсь всё делать вот в это время и в этом месте. Потому что события меняются молниеносно, и мы меняемся, и наше мнение может измениться. Или наоборот, мне надо как-то высказать своё мнение и вам рассказать про своё мнение. И это очень важно высказаться здесь и сейчас. Поэтому вот всё, что происходит на телеграм-канале, это всё мои высказывания, это всё мои мысли. А ведь, понимаете, писатель, он не артист. Это артист, он транслирует что-то другое, чё-то чужое мнение. Поэтому мы, когда иногда вот видим каких-то артистов, которые играют патриотические роли или роли хороших людей, вдруг мы понимаем, что это вообще не очень хороший человек, мы удивляемся. А что нам удивляться? Но он такой человек, он просто, он исполнял какую-то роль. Вот ему сказали, так говори, вот он так и говорит. Писатель, он что думает, он то и транслирует. Писатель, его книги – это всегда он, это всегда его позиция. Обязательно. Как знаете, вот недавно услышала такую мысль, мне она очень понравилась, что и мой блог, и мой телеграм-канал, и вот мои подписчики – это вот тоже люди, которые со мной согласны. Вот столько вот согласных людей с моим мнением, вот так вот. И я нравлюсь не всем, вот к какому-то определенному числу. Книга «Местное время. Любовь» – это сборник рассказов, который вышел в издательстве «Эксмо». Хочу вам рассказать, что рассказы здесь разные. Начиная от 2008 года до тех рассказов, которые написала в 2023 году. Для меня было очень важно, чтобы все эти рассказы, именно эти рассказы вошли в этот сборник. Вообще, писатель – это дело очень ответственное. Мы ведь транслируем какие-то мысли, нас читают люди, и люди нам верят, и некоторые просто, знаете, доверяют. Поэтому мы не можем, во-первых, обмануть наших читателей, а во-вторых, мы не можем, знаете, что-то такое, так скажем, ляпнуть. Мы должны сказать что-то очень выверенно и продуманно, и то, что потом нам не покажется, что мы сказали зря. Я, перечитав свои старые рассказы, поняла, что я ничего не хочу в них менять. И, может быть, даже вот эти старые рассказы, они на сегодняшний день, они правильные, потому что мир не поменялся. Может быть, поменялись мы, поменялось что-то в атмосфере, а мир-то, какой был, такой и есть, а мы сейчас на этот мир смотрим другими глазами. Поэтому я внесла в этот сборник рассказы свои старые. Благодаря этому в этом сборнике очень много юмора, очень много иронии, очень много самоиронии. Кстати, скажу, что здесь две части – «Зеркало мира» и ещё скажу, как вторая часть называется. Такие придумываю я названия, что я их забываю. «Окно в другую реальность». И что-то у меня прямо там написано от первого лица, что-то, конечно, это автобиографическое, а что-то это, знаете, тоже такой, я вам скажу, это такой авторский приём. Не всегда автор пишет, когда он пишет от первого лица, он пишет о себе. Не всегда это вся правда о себе, не всегда это полностью та ситуация, которую он хочет описать. И это очень-очень важно понимать и знать, что это не всегда моя семья, если я даже пишу, что это я, это мой муж. У нас хорошее чувство юмора в семье и хорошее чувство юмора у моего мужа. Мы шутим друг над другом, это стиль нашей семьи, слава богу, это понимают наши дети, при том, что у них какое-то невероятное, совершенно у наших сыновей, уважение к нам, вот к маме и к папе. Как-то они нас так, мама и папа, ну, как-то вот младший уже начал нас называть отец и мать, даже иногда в глаза, это ужасно, но вот так вот. Ну, вы знаете, я со своими детьми соглашаюсь, потому что они наши сыновья, это наша огромная опора, мы очень радуемся, что они выросли вот такими, а не другими, и мы ими очень гордимся. Поэтому, если вы увидите что-то здесь про мою семью, это не всегда моя семья. Итак, рассказы старые и рассказы новые. Я взяла одну тему. Вот мне, наконец, разрешили сделать сборник рассказов на десятой книге, потому что до этого мне сказали, э, нет, Лена, у вас есть ваша авторская серия, она называется «Близкие люди». Романы с Еленой Ирониной. Вот, пожалуйста, романы, но повести. Но рассказы нет. Но вот здесь как-то я очень попросила, чтобы всё-таки это были рассказы. Мне хотелось, чтобы у вас была такая книжка, знаете, небольшая, которую можно взять с собой, чтобы лежала у вас на прикроватной тумбочке, чтобы вы могли что-то, вот просто один рассказ взять и прочитать на ночь. И потом, например, целый день бы вы думали об этом. И что-то, может быть, вы по-другому взглянули на эту ситуацию, на ту ситуацию, которая с вами произошла, уже произошла. А может быть, вас это от чего-то убережёт. А может быть, что-то вам покажется смешным. И вообще даже то, что вам в какой-то момент казалось, что это просто, я не знаю, какая-то проблема вселенского масштаба, это вообще не проблема. Это вообще не проблема. Вот прочитав какой-то из этих рассказов, вам так покажется. Я буду очень рада. Здесь разные страны. Мир наш очень большой. И планета наша огромная. На ней живёт столько людей, и все они влюбляются. Время ли сегодня любить? Да, сегодня время любить. В том числе. Невестка, племянница моей невестки, она сегодня солдат в Израиле. И её парень, он тоже призван в армию. И они оба защищают сейчас родину. А через две недели у них свадьба. Уже оплаченная, всё. И мы не знаем, что их ждёт, что этих ждёт ребят. Но они верят, и мы верим, что всё будет хорошо. Они любят друг друга. И времена не выбирают, как вы знаете. Любовь, она есть и будет. И именно любовь им точно совершенно поможет и выстоять, и выдержать, и всё будет хорошо. Нас разделяют границы. Конечно же, в разных странах всё по-разному, потому что есть свои традиции, есть свои какие-то вековые устои. Об этом я пишу достаточно много. Например, такая небольшая повесть «Перламутровый период», которая есть в этом сборнике. Она, кстати, достаточно давно мной написана, где наша русская девушка влюбляется в немецкого мужчину. Как сложно происходит это проникновение в культуру друг друга. Как тяжело им обоим. Но любовь стирает все границы. И для них неважно место. Они притираются. Просто надо чётко совершенно понимать, что если ты приходишь в чужой дом, то ты полностью должен эти традиции принять. Ты должен, постучавшись, насухо вытереть свою обувь и пройти в этот дом и жить уже по традициям этого дома. И, может быть, чуть-чуть внести туда себя. Так получается. По-другому никак. В этом рассказе, в общем, у ребят, у этих мужчины и женщины всё получается хорошо. Есть другой пример. Это рассказ Оля и Лео, где опять влюбляются люди из разных стран, при том, что они выходцы из бывшего Советского Союза, но один живёт в Германии, второй в Израиле, они влюбляются друг в друга и уже в очень зрелом возрасте соединяются вместе. А дальше они понимают, что, ну, друзья, они жили друг без друга там 50 или 60 лет. Это настолько состоявшиеся люди, и несмотря на то, что это была очень сильная любовь, они начинают задумываться, а надо ли им это? А ради чего всё это? Когда есть привычки, когда есть комфорт, когда есть удобство. Много тем таких непростых, которые я никогда в своих книгах не поднимала. Например, тема автаназии. Вот у пожилой женщины умирает муж, но она его так любит, что она принимает вот для себя такое странное, страшное, или для неё, как ей кажется, единственное верное решение, как к этому относиться. И на эту тему есть рассказ. Ещё раз скажу, что в книге много юмора, много чего-то весёлого, много очень чего-то грустного. Поднимаются, естественно, проблемы и детей, и взрослых, и отношения с родственниками. Где бы мы ни жили, в какой бы стране мы ни были, у всех чуть-чуть по-другому, но все люди живые. Везде есть мамы и папы, везде есть тёти и дяди, и мужья, и жёны. Местное время, любовь. Вот у нас на нашей планете есть местное время. Я уезжаю в календировки и могу перелетать из страны в страну, и уже иногда перестаю переводить часы, потому что у меня просто есть понимание, когда у меня встреча, когда я куда-то должна идти. Но я знаю, что 9 часов – это я должна разговаривать со своим внуком. И так мы разговариваем с ним уже много лет, каждый день. И я должна быть в его местном времени. Это важно для него. И даже не представляете, как это важно для меня, ещё и в том числе, потому что это важно для него. И он мне может сказать, когда, например, я два дня не звонила, и он говорит, «Ой, как же я рад, что ты, наконец, мне позвонила». И вот что ты тут скажешь? Вот, ну, поскольку я не только жена, мама, я ещё и бабушка, для меня, конечно, эти слова стоят сегодня очень-очень дорого, и они для меня очень-очень важны. Книга очень о многом. Книга для меня очень важная. Я рада, что она так ярко и красиво издана. Спасибо большое Лене Куликовой, это художница моя, которая всегда смотрит на фотографию, которая для моих последних книг, нескольких уже, делает Анечка Леонтьева, замечательные фотографии. То есть у нас теперь так, я пишу книгу, Аня говорит, «Так, Аня, всё, пошли, скоро обложка будет». «О чём книга?» Значит, книга будет об этом, фотографии будут такого плана. Дальше Лена Куликова читает книгу и говорит так, «Очень хорошо, значит, книга вот такая». Ага, фотография вот такая, значит, обложка будет вот такая. Кристина Горчирина, мой выпускающий редактор, спасибо ей, конечно, за работу со мной, вообще большое спасибо всему издательству «Эксмо», который меня поддерживает и который со мной, и который соглашается с тем, что я делаю, и с моим графиком работы соглашается, с моим видением ситуации соглашается, и понимает то, что я хочу сказать. Но в первую очередь, конечно, я пишу для вас, и, как у каждого автора, есть моменты, когда ты думаешь, что, ну, наверное, уже и вот это вот напишу, уже и достаточно. Каждый ваш отзыв на книгу, то, что вы мне пишете, я их не публикую, потому что мне кажется, что там очень много личного, и вообще это написано же для меня, а не для того, чтобы читали другие. Если вы хотите, чтобы прочитали другие, то вы пишете в «Лабиринте» или в «Литресе». Кстати говоря, за это я вам тоже очень благодарна, потому что это продвигает книгу, и тогда будут дополнительные тиражи для книги. Но, наверное, вот это для меня, знаете, такой стимул работать дальше, писать дальше, что-то придумывать. Ну, а иногда так бывает, что вот я, когда возвращаюсь после очередной командировки или я долго летела в самолете, у меня есть какие-то мысли. Я вам говорила, что я никогда не пишу в дороге. Для меня это невозможно. Но я все запоминаю. Мне надо скорее сесть за мой компьютер. Вот так, кстати говоря, родился рассказ, который сейчас я читаю, «Идеальный квадрат». Потому что я уже просто, я отложила все дела. Мне надо было написать эту историю. Мне надо было эту историю любви разобрать вот с четырех сторон, как это все будет. Спасибо вам огромное за то, что вы рядом со мной, за то, что вы меня поддерживаете. Желаю вам приятного чтения. Конечно, мы еще с вами будем разбирать рассказы из этой книги. Не забывайте, что есть аудиокнига. Достаточно много сил я на это потратила. Непростая эта история вообще. В этом бункере закрытом сидеть и записывать аудиокнигу. Но я рада. Как всегда, моя мама говорила, «Зачем тебе это? Зачем ты себя подвергаешь этому?» Мой муж сказал, «Знаешь, Лена, пусть твой голос останется нашим детям». Это было, наверное, самое главное. Я подумала, естественно, про внуков. Дети вряд ли будут это слушать. Хотя, кто знает, всякое бывает. Но потому что я знаю, что вы меня слушаете, и мы с вами находим общий язык, и вам это, ну, наверное, будет интересно. Итак, мой телеграм-канал «Культ поход с писателем» Елена Ронина и мой ютуб-канал. Книга называется «Местное время. Любовь». Любовь – это всегда двигатель нашей жизни. и никогда не будет специального времени или специального места. Просто нужно идти за своим чувством, беречь это чувство, беречь друг друга, особенно в наше очень-очень непростое время. Просто заклинаю вас, берегите друг друга, берегите чувства друг друга, друг к другу, потому что это самое важное. Мы с вами говорили «Счастье не в деньгах, счастье в любви». «Местное время. Любовь». Меня зовут Елена Ронина. Мир и добра. Я рядом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова